МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи потерпевшей. Пассажиры-перевозчики не соблюдают правил перевозок. Марш мира и согласия в путь к истокам дошел до Караганды. Короткий репортаж с места события. Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие в Октябрьском районе Караганды в 14-м микрорайоне. Девятилетнюю девочку сбила машина. Теперь она в реанимации. Съемочная группа приехала на место происшествия сразу после звонка в редакцию свидетеля. По его словам, ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал цветофора и едва ступил на середину дороги, его сбил автомобиль. От удара машины девочку отбросило больше, чем на 15 метров, рассказала подружка пострадавшей. Они вместе направлялись из дома на тренировку. Мама девочки, которая стала свидетелем ДТП, в шоке от случившегося. В Майкудуке, как она считает, часто происходят подобные случаи. После этого она боится отпускать своего ребенка без присмотра. Говорит, вот тут мы, говорит, светофор еще мигал зеленый, говорит, я успела перебежать, мигающий. Машины завелись, но стояли, говорит, мама. А Катя, говорит, все равно побежала, они завелись, не стояли. А он летел, летит, как ненормальный, обкуренный или пьяный, не знаю. В тяжелом состоянии девочку доставили в областную больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи, а водитель скрылся с места происшествия, даже не попытавшись оказать пострадавшую помощь. Жазир Абдреймова, Эднажакан, Ярнур Жумарт, 1-й Караганинский. В Караганде проходят рейды по соблюдению правил перевозок пассажиров и багажа. С начала года было составлено порядка 150 протоколов об административных нарушениях пассажироперевозчиками. Специалисты сектора пассажирского транспорта и отдела административной полиции такие мероприятия проводят два раза в неделю. Был утвержден план рейдовых мероприятий по проверке автобусов и водителей. По выявленным нарушениям будут приняты штрафные санкции. Во время рейда проверяется наличие огнетушителей, их срок и исправность, наличие аптечки и содержание лекарств, аварийные знаки и техническое состояние автобусов снаружи и в салоне. Иссутствие правил перевозок пассажиров и багажа. То есть в автобусе, в салоне автобуса должны находиться правила, вырезка из правил перевозок. А в отношении самих водителей не было никаких нареканий? Все ли документы у них соответствуют? Трезвые документы? А, ну в этом случае не было. Главным нарушением является отсутствие прав техпаспорта, свидетельства на право обслуживания. Срок эксплуатации подвижного состава не должен превышать 10 лет. На такие автобусы не выдается право на обслуживание. Теперь в Караганде запрещены маршрутки с одной дверью. Такие автобусы снимаются с рейса. Целью проверок является улучшение качества перевозки пассажиров. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Юрнур Жамарт, 1-й Карагандинский. Микрорайону Кунгей нужна школа. Более 200 детей, проживающие в этом районе, учатся в разных школах, которые находятся на юго-востоке. Сложности добираться до учебного заведения у детей возникают особенно зимой. Когда же построят для детей школу? С наболевшим вопросом жители района обратились в редакцию нашего канала. Микрорайон Кунгей основан в 1980 году. С тех пор о школе не шла речь. А она так необходима. Дети с трудом добираются до учебных заведений, которые расположены в центре города и на юго-востоке. Зимой в морозы по сугробам, ну а весной в грязи и слякоти приходится добираться больше часа. По словам жителей микрорайона, здесь нет и детского сада. Малышей тоже надо возить в центр. Мы не раз обращались в разные инстанции. Пять раз ходили в Нуратан, просили о помощи. Писали письмо в министерство, в областной Акимат, в отдел ЖКХ ходили. Все они сказали, что нашу проблему решат и нам помогут. Но пока они ничего не сделали. По словам жителей, в их районе нет освещения. Часто возникают проблемы с водой и электроэнергией. Даже скорая помощь приезжает с трудом из-за того, что нет элементарных названий улиц. Вызывавшим приходится встречать машину скорой помощи у дороги. Для жильцов сейчас главный вопрос – это постройка школы. Детям действительно сложно добираться до остановки. Родители провожают детей, боятся за них. Иногда 41 маршрута автобуса приходится ждать долго, говорят жильцы. Я считаю, что все вопросы можно проработать. Мы писали, кстати, письмо, если им ответы пришли, в июле прошлого года. Ответа до сих пор нет. Там дороги мы требовали, чтобы помогли как-то. Мы, конечно, пыжимся, что можем, отсыпаем сами. Мы уже пенсионеры. Мы здесь изначально 25 лет, да, микрорайону. Вот сами, своими руками все потихоньку строим. Но какая-то помощь нам должна, мы же все-таки в цивилизованном государстве живем. Школьники, особенно младших классов, говорят, что устают от долгой дороги. Утром и вечером приходится ходить пешком почти 3 километра. Нам нужна школа, до остановки далеко. И так мы ходим каждый день. Еще по дороге встречаются собаки. Мы боимся. Проблема касательно школы в микрорайоне Кунгей не раз обсуждалась и в городском отделе образования. Там нам сообщили, что по утвержденной государственной программе будет осуществляться постройка школы в городе, в том числе и в микрорайоне Кунгей. Так заверили специалисты отдела образования. Да, такая проблема в этом районе есть. Постройка школы должна утверждаться на республиканском уровне. Школа, конечно, будет построена, но не в ближайшее время. Что касается детских садов. Дошкольные учреждения нужны всем районам города. Кунгей не исключение. Там тоже построят, но когда именно, пока не можем сказать. В 2018 году, думаем, в этом районе появится и школа, и детский сад. Жителям района Кунгей остается только ждать возведения новой школы. Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Ернур Жомарт, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галл-Тек 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В соответствии с поручением президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, озвученным в послании народу Казахстана, Казахстанский путь 2050 – единая цель, единые интересы, единое будущее, в регионе продолжается работа по вовлечению в оборот и возврату неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Все подробности темы в следующем сюжете. За пять месяцев текущего года вовлечено в оборот 426 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Об этом говорилось на аппаратном совещании, который провел Акимобласть и Бауржан Абдишев. Вопрос возврата неиспользованных земель всегда находится на постоянном контроле областного Акимата и Уполномоченного органа Управления земельных отношений. Принимаются меры по неиспользуемым земельным участкам, выявленных по итогам инвентаризации сельскохозяйственных угодий в 2012-2013 годах. За указанный период выявлено 1688 таких участков общей площадью 1 162 000 гектаров. В настоящее время возобновлена работа на 626 участках. 109 возвращены государству. По остальным материалы переданы в судебные органы и территориальную земельную инспекцию для принятия мер. 75% воды можно будет возвращать в технологический процесс при использовании отчистной установки, которую разработали физико-химической лаборатории Карагандинского государственного университета имени Букетова. Проблема сохранения водных ресурсов стоит перед многими государствами. Сегодня в большинстве случаев используемая вода в производственных процессах просто сбрасывается в водоемы. Александр Бутов, ведущий специалист лаборатории физико-химических исследований Каргу, задался целью сохранить отслужившую воду и вернуть ее очищенный в технологический процесс. На данном этапе мы представляем действующий демонстрационный макет очистительной установки. Производительностью 150 литров в час. Эта установка очень маленькая, собрана своими руками, собрана на свои собственные средства. Применение подобной установки просто необходимо на таких малых предприятиях, как прачечные, мойки, котельные. Зарубежные фильтры, которые предлагают поставщики, не подходят для казахстанской воды. Она очень жесткая. Картриджи постоянно сбиваются и выходят из строя. Фильтры для установки пришлось разрабатывать самостоятельно. Собственные конструкции из отходов, местных отходов, растительных отходов, стекольных отходов, промышленных отходов. Подобная установка уже работает в Тихоновском карьере и на одной из автомоек Караганды. Правда, больше никто не заинтересовался очистной установкой в промышленных масштабах. На создание грант, выдвигаем свои предложения на грант, на создание опытного промышленного образца для использования в наших предприятиях малого и среднего бизнеса. С помощью подобной установки можно довести очистку воды до питьевого уровня. Правда, ее надо доработать. Водоочистные сооружения Караганды справляются со своими обязанностями, но они громоздкие, затратные и имеют, надо сознаться, устаревшее оборудование. Лаборатория контроля качества питьевой воды – аттестованная лаборатория. Штат лаборатории – 40 человек. Она состоит из трех химических отделов, и одного микробиологического отдела, и паразитологического отдела. Анализы лаборатории выполняются в строгом соответствии с нормативными документами. Стандарты очистки питьевой воды соблюдаются, но потребители все равно вынуждены дочищать ее с помощью покупных фильтров, хотя вода проверяется в разных частях города и неоднократно. А наша вода казахстанская, ну, очень жесткая, и их фильтры забиваются, и часто меняются карты. Вот фирмы покупают их, а часто приспособились для того, чтобы это купили, прошли на свои деньги, купили вот эти банки. И уже наполнение наше, наполнение тут стоит везде наше. Я вам сейчас покажу, и все вам делаю. С питьевой водой в Караганде порядок, но сохранность и возврат используемой воды в непрерывный цикл можно увеличить, что приведет к сохранению водных ресурсов. Надо только обратить внимание на предлагаемую установку по очистке воды, которую создали в лаборатории физико-химических исследований «Каргу». В год 80-летия Караганды отметила свой 70-летний юбилей одна из старейших школ города – гимназия номер 3. Учебное заведение известно не только в Казахстане, но и за рубежом. В стенах третьей карагандинской школы была воспитана плеяда выдающихся деятелей Караганды, Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Школу-гимназию номер 3 не забывают ни сегодняшние выпускники, ни ее первые ученики. Все идут сюда с гордостью. Они закончили одну из самых престижных школ города. Старые выпускники с упоением вспоминают, что они всегда стремились быть первыми – в спорте, в учебе, в олимпиадах. И в этом их всегда поддерживали учителя. И то, что мы все вместе собираемся, то, что мы получаем это огромное удовольствие, то, что мы помним о школе, это нас поднимает, радует, делает нас сильнее. И самое главное, с таким настроением мы воспитываем наших детей, внуков теперь, и им тоже показываем класс, как нужно беречь свою память, и как с этой памятью жить по жизни. Ура! Традиции сохраняются. Областные и республиканские международные школьные олимпиады всегда выявляют лучших учеников и из третьей гимназии. Школа была организована в 1944 году как мужская. В то время было раздельное обучение, и первым или директором по заслугам считается Лев Аграновский. С него и ведет отчет свой взлет в педагогический коллектив. В школьном музее тщательно хранится информация о всех выпускниках и учителях. Это не пыльные экспонаты. Музей работает для сегодняшних учеников. Память – это наследие прошлого, которое проявляется в сегодняшнем и будущем днях. Мы воистину гордимся своими выпускниками. Из стен нашей школы вышли такие замечательные люди, как Урозалинов Шаймирден Урозалинович, Петецкий Валерий Ефимович, доктор технических наук, проживает сейчас в Москве. И сегодня он, кстати, приехал к нам на юбилей. Аким города Бахаша, Албакиров-Нурлан. Тильгарин Айдар Альмуканович, заместитель Акима города Караганды. Дасмамбетова Рашан Султановна, ректор Карагандинского государственного медицинского университета. И много-много замечательных людей. Если бы захотеть запечатлеть на одном фото все выпуски, не хватит самого панорамного объектива. За 70 лет школа выпустила более 7 тысяч молодых людей. Небольшой демонстрацией учителя и выпускники прошли к театру имени Станиславского. Именно здесь и состоялось основные торжества, посвященные юбилею школы. Поздравляю от всей души школу с 70-летием. Пусть она процветает, растет и как можно больше хороших учеников выпускает. Поздравлений в этот день было высказано немало. А был зачитан адрес от Акима города Мирамас-Магула. Учителя получили благодарственные письма. На торжественном собрании вспомнили всех, кто вложил свою душу в дело воспитания учеников. Аплодисментами было встречено имя Льва Аброновского. Он считал, что все спорные вопросы должны решаться в пользу ученика. Его принципы в работе с детьми продолжила, будучи директором Ольга Работякова. Она тоже выпускница в третьей школе. Как секретарь комсомольской организации, была единственной школьницей, делегированной на 11-й съезд комсомола Казахстана. В общей сложности она отдала третьей родной школе 54 года жизни. Спасибо огромное, что пришли к нам на встречу. Мы вами гордимся, мы любим вас. Мы вам желаем от всей души огромных успехов. Выпускники третьей школы гимназии живут и работают по всему миру. В этот день приехали на встречу бывшие учащиеся из Америки, России, Болгарии. Они занимаются космосом, сохранением водных ресурсов, воспитанием детей и внуков. Их мировоззрение, их знания заложены учителями третьей карагандинской школы гимназии за 70 лет побед, успехов, переживаний. В развитии вечной профессии учитель 70 лет срок небольшой, но как многое сделано за это время, можно проследить по этапам развития нашей страны. Ведь каждый выпуск вносил и будет вносить свой вклад в процветание Казахстана. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый карагандинский. 9 июня текущего года в городе Шимкенте стартовал Марш Мира и Согласие Путь к Истокам. Участники марша пройдут и проедут по территории шести стран, чтобы призвать людей планеты к миру между народами и согласию между религиями. Караванщики дошли и до города Караганды. Каравамира из Казахстана в Россию под названием Путь к Истокам совершили пешком 30 участников. Из них пять – жители Казахстана. О том, ради чего и как он проходил, каковы дальнейшие планы по проведению подобных акций, нам рассказал исполнительный директор Первого каравана мира Руслан Абдулин. Сам марш проходил при поддержке Комитета индустрии и туризма, Министерства индустрии и новых технологий. Министерство иностранных дел Республики Казахстан инициировало на международном уровне этот марш. Маршрут марша проходит по территории Казахстана, затем России, Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и заканчивается в Греции. Маршрут марша – Казахстан, Россия, Украина, Румыния, Болгария, Греция. Ожидается, что участники марша за два месяца преодолеют 7 310 километров. Из них около тысячи километров пешим ходом. Помимо миротворческой цели марша, организаторы ставят перед собой задачу инициировать разработку концепции межрелигиозного диалога. Мы идем под флагом за нашу Родину. Мы хотим, чтобы мир и согласие нашей страны стали известны и слышны во всем мире. Мы живем такой жизнью. И мы предлагаем, чтобы люди разных стран поддержали этот порыв нашего президента. И чтобы мы стали инициатором мира между народами и согласия между религиями во всех странах. Марш – это шаг к духовному, нравственному и физическому совершенству его участников. Это шаг к укреплению дружбы между народами. Также путь к межнациональному единству и расширению диалога между представителями мировых и традиционных религиозных культур, лежащий через распространение идей толерантности. Жазер Абдраимова, Айден Жакан, Ернур Жумарт, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауболингстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова